Погоду все любят разную. Кому-то по душе трескучий мороз, кому-то ближе жара, но есть одно такое погодное явление, которое, пожалуй, понравится всем. Например, пластилиновый дождь. Здравствуйте, в эфире программа «Город С», я Мариана Мирна, и в гостях сегодня театр с одноименным названием и его концертный директор Анастасия Шадрина и режиссер театра «Пластилиновый дождь» Игорь Шадрин. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Ну, фестиваль небезызвестный уже, в городе он каждый год гремит, но давайте, чтобы зрителям нашим тоже вспомнить немножечко, сколько лет он уже проходит, в какой раз в этом году он будет проходить, когда и где? Кто? Ну, мы проводим его уже в пятый раз 2011 года, каждый год в последние выходные лета, он в Турковском парке у нас проходит. В этом году также будет 29-30 августа, ждем всех с двух часов дня и, ну, часов до 10 вечера будут постоянно идти представления уличных театров, музыкантов и всего остального. Как идет подготовка? Ну, я в том плане, что какие-то там присылают вам люди заявки, что мы хотим принять участие или как? Вот вы с точки зрения организаторов тут как выступаете и как координируете вот эту деятельность, чтобы все там было понятно и чтобы человек пришел, зритель, да, и мог это хочу посмотреть, это, это, то есть каким образом? Там несколько направлений у нас, то есть там есть ребята, которые приглашаются, там из-за рубежа театры приезжают, есть российский театр приезжает, есть ребята, которые сами заявляются, в том числе там и российские, и наши самарские, то есть есть музыканты, которые заявляются и попадают на музыкальную площадку, есть уличники, которые тоже заявляются, мы отсматриваем, кого-то берем, кого-то не берем, кого-то займем сами. То есть отсмотр все-таки есть, существует? Да, конечно, безусловно, вот. Есть хореографы, например, у нас там уже какой-то третий год, да, по-моему, развивается танцевальное направление, начиная от мастер-класса, заканчивая какими-то там короткими и не очень даже спектаклями хореографическими. И все это в результате получается такое связывается, мы отсматриваем, отбираем, кого-то зовем сами, кого-то, ну, кому-то говорим, нет, давайте там в следующем году еще что-то, что-то попробуйте. Вот, и в результате получается вот такой вот фестиваль под названием «Пластиленовые дожди». Количественно как-то можно обозначить, вот сколько участников планируется в этом году? В этом году, наверное, сейчас сложно еще пока сказать, потому что заявки еще шлют, присылают, мы еще отсматриваем. Самый-то процесс горячий сейчас. Да, в прошлом году было около 50 коллективов общей сложности, которые выступили вот в течение двух дней. В этом году будет точно не меньше. И сейчас самое главное, чтобы все это уместить в эти два дня, потому что нас радует, что заявок с каждым годом все больше и больше. Среди артистов из Самары и области очень много людей, кто хочет выступить и показать жителям города вот то, что они делают. Мы пытаемся как бы всех отсмотреть, всем дать место и время, но не знаю, получится. Да, кстати, вот сейчас секунду перебью, пользуюсь случаем, хочу вот прямо донести, кто нас будет смотреть, вот из потенциальных участников, чтобы они побыстрее это делали, потому что бывают коллективы, которые появляются там за неделю, когда уже все сверстано, мы уже не засунем, не запихнешь никуда, даже в расписание. Даже если очень хочется. Вот слышали, уважаемые артисты уличного жанра, пожалуйста, пораньше обращайтесь к Анастасии и к Игорю, чтобы принять участие в фестивале «Пластилиновый дождь». Какой-то регламент, да, я так понимаю, то есть это в данное, вот в это время, да, там в 12 часов, грубо говоря, вот на такой-то площадке будет вот это, да, то есть как жителю, как гостю этого фестиваля ориентироваться внутри Струковского сада? Ну, у нас в прошлые годы висело расписание там на уголках и везде. В этом году они тоже будут, эти расписания, прямо уже там, в Струковском парке, и мы их делаем такие, у нас в этом году каждый год свой символ фестиваля, в этом году символ часы тоже стимпанк, в стиле стимпанк там у нас, вот кто в курсе, кто был на фестивале, понимает, о чем речь, вот. И расписание, они такие украшенные с часами, мы вот сейчас делаем, вот. Естественно, это все выложено в интернете, то есть все расписания, а сейчас понятно, что нет, это будет вот прям накануне, там, за неделю где-то примерно, вот, выкладываться, то есть можно будет залезать, смотреть, выбирать. Но понятно, что это все очень такое, зависящее от погоды, потому что в прошлом году у нас где-то, наверное, погода часа два украла, три даже. Пошел дождь, и мы часть показов делали внутри, там вот крытая площадочка есть в Струковском, вот, мы делали внутри, то есть зритель весь зашел туда, и происходило все там внутри. Потом дождь закончился, чуть там подсохло, опять все вышло на улицу. То есть понятно, что вот от этого, зависит от этого, там может что-то меняться, то есть там, и само время выступления может двигаться, это все-таки улица, все-таки это вот такой вот бурлячий... То есть участники привлекают зрителей в процесс представления, поэтому тоже время может немножко изменяться от вовлеченности зрителей и так далее. Но в любом случае все, вот сколько у нас часов получается, с двух до десяти, много часов в Струковском парке есть, что посмотреть, потому что работают одновременно три-четыре площадки всегда. То есть если ты придешь в любое время, то найдешь себе зрелище по вкусу. Вот насчет участников хотелось бы немножко поподробнее, потому что есть, это же как бы, ну, международный, да, получается, фестиваль, потому что не только наши там российские какие-то, самарские, есть еще из других городов, стран даже, да. Откуда они берутся, откуда они узнают, как они принимают участие в этом? То есть они из другой страны, вот люди берут и приезжают из другой страны, чтобы в Самаре поучаствовать в таком вот каком-то действии. Если начнут, обычно это происходит каким образом? То есть есть слой людей, которые занимаются вот именно уличным искусством, которые друг друга знают. Или когда в этом, ну, в этой как бы группе людей появляются какие-то новые исполнители, они сразу уже появляются на глазах. То есть как бы кто-то приглашает там на фестиваль на чей-то, и все другие фестивали такие смотрят и говорят, о, а эти-то хорошо выступают, давайте-ка мы их тоже пригласим. Я это к чему? Я это к тому, что мы уже там вот уже какой год, ну, такие, ну, похвалю себе там нас, являемся такими открытиями звездочек. То есть вот мы кого-то пригласили, там в прошлом году это были... В позапрошлом, венгры. Да, венгры прям, прям. Ну, то есть какой-то коллектив приглашаем, и такие другие фестивали смотрят и говорят, ба, такие клевые, такие классные, давайте мы их тоже даем. То есть это всегда вот так, с одной стороны. С другой стороны, мы сами, когда начинается сезон, вот летний сезон, там, ну, теплое время, вот, мы сами со своим коллективом очень часто посещаем, ездим, нас приглашают на другие фестивали, мы там знакомимся, мы там прицеливаемся, мы там смотрим коллективы и сольных исполнителей там, и театры большие там, вот. А потом уже все зависит от того, на что у нас позволяет бюджет, вот, как обычно это, вот, на что у нас позволяет занятость коллективов, которых бы мы хотели увидеть. И в результате вот мы переписываемся, кого-то зовем, ждем ответов, они отвечают, мы договариваемся, что да, мы хотели бы вас видеть, приезжайте. И в результате у нас получается такое какое-то небольшое количество зарубежных исполнителей, но оно стабильное, что удивительно, например, особенно в этом году, учитывая сложную очень финансовую ситуацию вообще для фестивалей уличных, вот, а у нас это их не меньше, да, и это, честно сказать, это подвиг. Кто будет, да, в этом году, какие коллективы из каких стран, потому что всегда интересно посмотреть, да, культуру другой страны. Ну вот мы ждем клоуна из Аргентины. Великолепно. Да, далековато, да. Мне кажется, это человек, да, проделает огромный путь. Да, очень долгий причем путь, учитывая, что нет прямых рейсов, это все с пересадками, но он все-таки настроен решительно. Будет коллектив из Италии, коллектив музыкально-клоунско-театральный, не знаю, как их назвать, они играют на инструментах, при этом все это отыгрывают актерски, и у них такой спектакль. И будет, я надеюсь, у нас театр из Франции, это ребята на ходулях, прыгающих, делают умопомрачительные трюки с огнем, перепрыгивают через себя, через людей на ходулях. На их привоз мы сейчас собираем деньги с помощью Boom Starter. Есть такой проект, где с помощью интернета любой желающий может поддержать любой проект. Вот сейчас мы бросили клич и предлагаем всем любителям нашего фестиваля самим поучаствовать в привозе коллектива, получить за это вполне материальные вознаграждения, различные маечки, зонтики и так далее. Вот надеемся, что мы сможем набрать нужную сумму и привезти вот этих ребят тоже. Я думаю, что все получится, и наш эфир тоже, наверное, поспособствует. Ну вот, разговариваем с вами, вы так все же вытрепещуще описываете, настроение поднимается, конечно, колоссально. Вот, у нас есть небольшой фрагмент с прошлых фестивалей. Давайте тоже нашему зрителю напомним, посмотрим и вернемся. Пластилиновый дождь всего, этот фестиваль станет в Самаре ежегодным, как и во многих зарубежных городах. Уличное искусство самое актуальное, ведь во время выступления есть только артист и его зритель. Раз есть и у улиц будущее искусства, ну это 100%, то и у уличного искусства тоже есть будущее. Какое, я понятия не имею, но оно есть. Потому оно и уличное, потому что оно из чего попало, что под руку повернулось, то и сделали предметом искусства. КОНЕЦ КОНЕЦ Анастасия Игорь, ну вот скажите, уличное искусство, это история для молодых или это история для всех, или вот для кого, на кого это рассчитано? Ну это, у нас там, у нас везде стоит там ноль плюс, да, когда афиш пишем. То есть это вообще не важно, то есть это могут быть и пожилые люди, и молодежь, и дети, и вообще. То есть оно, вопрос формата, то есть кому-то что-то нравится больше, вот какой-то такой формат уличного искусства, кому-то такой. Тут может быть какие-то предпочтения. Но не проходят пожилые люди мимо, не крутят у виска, говорят, люди с ума сходили уже совсем. Нет, конечно, нет. Тут же очень важная вещь, о чем можно сказать, что есть вот фестиваль, например, как у нас вот любят делать там фестиваль, там, я не знаю, пицца, да, то есть люди приходят в кафушку, и там разные пиццы. Это же не фестиваль. Фестиваль что такое? Фестиваль это даже не набор выступлений, а фестиваль это хороший фестиваль. Это когда в результате всего действия получается какая-то определенная атмосфера. И тогда в результате этой атмосферы, тогда вот это уже можно назвать фестивалем. Там хорошая она, плохая, там хороший фестиваль плохой. Вот критерий. И, соответственно, если пожилые люди заходят в эту атмосферу, а она хорошая, то тут как-то странно будет, что они будут там виска крутить и говорить, что такое, что за безобразие. Потому что есть атмосфера, и они туда погружаются, и уже воспринимают все вокруг происходящее, даже если что-то им, допустим, не нравится, там, я не знаю, живые скульптуры. Ну, допустим, человеку. Но в условиях вот этой атмосферы существующей, это воспринимается уже на ура, это уже хорошо. Но это когда хороший фестиваль. И поэтому здесь любой возраст, любой человек приходит, ведь у нас на этот фестиваль, ведь у нас помимо выступлений есть еще там много-много разного наполнения. Там есть и там хендмейт продажи, там есть там и там кафушечки какие-то там покушать можно будет. Есть там, например, инсталляции, там у нас там много лет, ну как много лет, три года, да, стояли там куклы вот такие одни, вот, а в этом году мы полностью решили поменять оформление, все, не стиль, а вот, ну, обновить оформление. У нас сейчас вообще такие куклы, мы их вот недавно тестировали, пробовали, на людей на улице выставляли. Вот, они такие похожи на, я не знаю, там, на мультик 9, да, такие, как бы, у нас там есть любимый персонаж, их будет там штук 8, пока вот у нас получается, у них есть любимый персонаж Анатолий, это такой толстый-толстый такой человек, у него тут в кармане газовый баллон настоящий, вот, и он такой на носочке стоит и на воздушном шарике летит как будто бы, да, вот, то есть у нас там Анатолий, там Андрейка, маленький такой, там высокого делаем фонарчика такого страшного, там, ну, то есть всякие вот такие вещи. Приходите, познакомим. Да, да. Я обязательно, я уже вот прям сплю, вижу, как последние выходные августа. То есть вот эти еще и инсталляции там происходят, и какие-то, какая-то деятельность. Мастер-классы. Да, в этом году мы попробуем сделать прям мастер-классы. В каких направлениях мастер-классы будут? А, ну, как сказать. Ну, у нас в прошлом году уже были музыкальные мастер-классы, игры на разных инструментах, барабанах, в том году даже был у нас француз Люк Вежу, который проводил мастер-класс. В этом году также будет проводить этнический центр Татьяны Елецкой, будет проводить мастер-класс на барабанах. И наш друг, замечательный художник из Москвы, Александр Хохлов, приедет и приведет серию таких мастер-классов, изготовления различных классных штук, что можно сделать легко своими руками из подручных материалов. Ну, мы подумали, да. Коротко сказать так. Ну, да, мы подумали, что у нас вот оформление всего фестиваля такое стимпанковское, мы подумали, что людям, кто придет на фестиваль, приятно будет там прийти, сделать, например, гогл, очки такие стимпанковские, там, даже из того же картона, там, да, сделать и забрать себе, там, принести домой, там, их, вот. И, то есть, будет там вот у нас в одном месте, там вот эти гоглы будут делаться, в другом месте, там, скорее всего, будут там зонтики делаться, маленькие там раскрашиваться, там еще… Там в третьем месте то. Ну, как бы вот такие вот маленькие мастер-классы, вот именно вот что-то сделать руками людям. Вот, это попробуем сделать. Тем более он уже приедет, вот этот вот человек, Александр Хохлов, он приедет уже на своем фургоне, он в Москве живет, вот, друг наш. Он занимается вот как раз оформлением фестиваля, вместе с нами придумает, помогает нам, и как бы он главный по оформлению фестиваля. Вот, он сделал фургон там на велосипедной тяге, там, шикарный, как в мультике «Фунтик». Он сам как инсталляция, да, фургон? Да, да, а он еще... Александр сам как инсталляция. И он сам выглядит, как живая инсталляция, он всегда, всегда очень одежду, странную одежду такую, прям, ну, делает тоже сам, там, какие-то плащи какие-то. Вот о странности, хорошо, что из ваших уст прозвучало, а не из моих. Можно как-то, да, сказать, что это, ну, фестиваль необычных все-таки людей, ну, пусть не странных людей, но необычных. То есть, посмотрите, фестиваль уличного искусства. Не уличного там безобразия, да, какого-то, а искусства. То есть мы употребляем в данном случае термин искусство, но оно немножечко не такое, да, как мы привыкли его видеть. Это не стационарный какой-то нестандартный театр, это не опера, не драма там, да, и даже не детский, не кукольный. То есть это какая-то вообще другая штука, да. То есть что туда несут люди, с чем они туда приходят, можно ли, как вот в сюжете зрители, телезрители говорили, что искусством, в принципе, можно из чего угодно сделать, и вот что нашел, что принес, из этого и твори искусство. Вот в данном контексте. Или все-таки есть какие-то каноны даже вот в таком формате? Тут как сказать, тут даже больше может быть то, что у нас в голове, видение вот именно нашего фестиваля. Потому что каждый фестиваль имеет свое лицо. То есть именно уличного искусства, или там уличных театров называется, или там вот такие фестивали этого жанра, они разные. И это, наверное, зависит от организаторов, то есть зависит от подбора выступающих, от создания атмосферы, от то, как мы видим его, как мы бы хотели видеть его. Вот в результате он и получается вот таким. То есть если бы мы, наверное, видели какой-то более серьезный академический фестиваль уличного искусства, тот же самый жанр, но вот какой-то такой, то, наверное, он бы и был таким. Вот. Но так как, не знаю, так как и у нас и в коллективе то же самое происходит, то есть клоунское искусство, оно же как, оно такое, немножко такое, нет какого-то саморегулирования, что ли. То есть человек как-то немножко отпускает себя. Он становится немножко странным чудиком, в хорошем смысле. Вот. И, наверное, поэтому и фестиваль, то есть наш фестиваль, он есть, там присутствует вот эта вот нотка каких-то странных вещей. Чудаковатостей. Да, чудаков, там, дураков. Вот. Потому что, потому что даже у нас, помимо всего прочего, у нас там постоянно, постоянно работают ребята, наши ребята, работают анимацию. Это не выступления, показы, там, перформансы, спектакли какие-то, а прям вот по аллейкам, по лужайкам интерактив такой. То есть ходят на ходулях, ездят на велосипедах там всяких стимпанковских. Вот было сейчас там на видео тоже что-то мелькало. Вот. Там в каких-то стоят живые скульптуры. Ну, то есть вот это вот все происходит, и это создает тоже атмосферу. Ну, это, и да, наверное, это как бы превращает это все в такое странное какое-то. Вот. А куда я ушел? Ну, приятно странное. Нет, потому что есть ли какие-то все-таки правила и каноны, и законы, да, вот в данном виде искусства? Все-таки не все же подряд, но понятно, что и из ведра, да, можно, наверное, сделать какую-то интересную штуку, историю. Но есть ли какие-то запреты? Или вот все, что оно ложится в рамках, да, вот в фестивале, оно все приветствуется? Ну, наверное, для нас самым главным законом и рамками это то, чтобы нести добрые и положительные эмоции. Потому что мы как бы в коллективе своем называем друг друга и себя дураками. Дураками. В смысле, как это имеет в виду Палунин. То есть он называет всех добрых клоунов дураками. И вот мы тоже такие же, как и он, и пытаемся нести это в массы. То есть любое представление, выполненное на хорошем уровне, если оно несет какую-то негативную эмоцию, какой-то вот, не несет добрых эмоций, наверное, мы его скорее не возьмем на фестиваль. Но даже если это будет такое качественное представление, мы все равно за добрые эмоции, положительные, и за то, чтобы нести вот какой-то позитив. Ну вот так мы пришли, да, к воспитательной нагрузке. Потому что это, в принципе, вот это один из проектов, социокультурно значимых проектов, да, как мы их условно называем, которые развиваются на территории города, к чему помогает наша городская администрация, приветствует. Что мы еще, для кого это, в принципе, для каких людей это делается, зачем мы это делаем, и какую мы, может быть, ну, условно-глобальную цель какую-то преследуем. Зачем? Ну, это же не просто развлечение, тут же все равно должна быть подоплека какая-то. Ой, ну вот тут, не знаю, тут я всегда всю жизнь спорю, когда меня, как режиссера, спрашивают, о чем ты хочешь поставить спектакль, или поставил спектакль, там, как-то не знаю, как-то мы всегда, когда с друзьями по этому поводу беседуем, там, спорим, там, всегда приводится пример, там, художник не рисует же картину для чего-то, то есть он же не хочет своей картиной, там, нести вечное, доброе, там, может, и хочет, там, вторым-третьим планом, но он рисует картину просто потому, что он хочет ее нарисовать. Все, и рисует именно то, что хочет нарисовать. И, как бы, тут нет такой, там, в результате, да, в результате получается, что, да, накладываются какие-то там, какие-то воспитательные какие-то моменты, там, не знаю, какие-то моральные моменты, какие-то вот, но это в результате, это, ну, это вторично. Понятно, что так нельзя говорить, так не принято, наверное, говорить, ну, если не выгодно так говорить, но так есть, потому что вот мы задумали, там, пять лет назад, задумали этот фестиваль, ну, вот мы его делаем, ну, и, как бы, сказать, что мы его делаем для того, чтобы кого-то в чем-то воспитать, да нет. Хотя, конечно, с другой стороны, мы приезжаем, например, на фестиваль в Архангельске, которого 20 лет уже идет, мы видим, что в маленьком городке, 300 тысячном Архангельске, очень воспитан зритель в плане восприятия уличного искусства. Они понимают, они разбираются, они понимают, что можно делать, что нельзя делать. Они понимают, как очень хорошо разбираются в этом искусстве. И понятно, что проводя этот фестиваль наш, мы это тоже каким-то образом затрагиваем. Я думаю, что среднестатистический самарский житель, приехав, например, в Авеньон, в какой-нибудь там, где идут лабораторные показы. Авеньон у меня тоже в списочке. Он, как вы говорите, скорее всего, так вот у виска помашет пальцем и уйдет. Не потому, что он такой плохой, а просто потому, что он пока не очень воспитан и не очень понимает, что и как. С одной стороны. С другой стороны, если какие-то заумные вещи делать на фестивале, типа мы воспитаем, мы сделаем, ну это скучно, неинтересно. Как-то вот так. Вот, наверное, вот. То есть, если одной фразой, что вы хотите там своим фестивалем доказать, или там, типа чего добиться, да неизвестно. Мы просто хотим его делать и делаем. Вот как бы вот так. И дарить людям хорошее настроение, правильно? Ну, в результате получается, да, надеюсь. Мне кажется, что там пищат все от восторга на этом фестивале. Бывает, да. Это все весело и забавно. Про Авеньон, да, раз уже заговорили. Да. Вот смотрите, в Авеньоне насколько, ну, возможно, я ошибаюсь. То есть, там вот эти все интересные люди, которые, да, и вот эту статую из себя вот делает, краской из себя покрасят, да, и стоят там что-то, ждут какие-то стихи там, читают еще что-то. У них-то, они-то там денежку собирают. То есть, им там люди, которые приходят смотреть, там кидают какую-то копеечку там в шапку, там еще куда-то. У нас история платная, бесплатная. То есть, мы-то как здесь, в каком формате? Нет, у нас, кстати, вот на фестивале, а вот живые скульптуры, вот что называется, краской покрасили, стоят. У нас тоже, ребята, ставят перед собой коробочку. Ставят, ставят, потому что, а потом мы, наверное, на эти деньги покупаем печенюшки, и гей, и чаепитие, и все дела. Вот, то есть, это так. Но, если, например, у нас, ну, там, где-нибудь на набережной или на Ленинградской, да, вне формата фестиваля, я имею в виду, да, в принципе, вот, встанет так человек вот с денежкой, ну, с коробочкой, то это будет работать и будет действенно, но пока почему-то у нас это не принято. Пока это, ну, и честно сказать, ну, тяжелая эта работа. Тяжелая. Да, да, потому что, вот, наверное, поэтому не принято, потому что, кажется, ну, а что ты там стоишь, тебе там денежку бросают, ну, это тяжело, это реально тяжело. Когда вот, это легко вот в формате фестиваля, потому что вокруг праздник, вокруг там все это, и ты являешься соучастником этого всего процесса, а вот если просто ты один там стоишь на набережной грустной или не грустной, веселой, ну, по-разному бывает. А вот где-то это, да, но это не авиньон, скорее, это скорее, не знаю, Барселона там, да. Туристические центры, где много туристов. А есть родина у вот данного формата искусства, вот у уличных фестивалей какая-то, откуда есть пошла такая история? Не интересовались? Ну, интересовались, конечно. Потому что это же не российское, да, я так понимаю, это не у нас произошло, мы это переняли у кого-то, а вот у кого интересно? Просто есть там разные параллельные процессы, которые там, есть процесс в Америке, например, там, зарождение там, есть процесс в Европе, например, тот же самый авиньон, вот, ну, когда он в самом начале начинался, когда там, ну, это долго-долго можно рассказывать, я это могу рассказывать, вот. А у нас в России это, ну, я считаю, что, понятно, что до этого все это было, да, как и в каких-то там состояниях зачаточных там, или, вот, но я считаю, что у нас в России огромный пинок в направлении движения дал Полунин. То есть, безусловно, начиная от, ну, чего там, я не знаю, там, ну, просто, не важно, начиная от чего, то есть, опять же, надо будет перечислять опять там очень долго, просто там один из таких для меня каких-то значимых, не значимых, а знаковых событий, это когда он решил, что все уже, наверное, в процессе лицедеи в спектакле, театра не будет участвовать, и он сделал такие веселые, открытые на улице, уличные похороны театра. То есть, казалось бы, да, то есть, события, вот, и просто вот с этой легкой подачей какой-то, ну, чудаковатой, дурацкой, да, и, ну, я имею в виду не с похорон, а с его, с его, как бы, видения мира, с его вот как-то вот такого вот видения этой деятельности, наверное, пошло все-таки вот это вот, пошло, стало, стало, стало интересным, популярным, скажем так, в России. Ну, популярным, спорный вопрос, но, ну, вот, вот как-то вот так, я думаю. Вот в грядущий, да, фестиваль, когда будет проходить театр пластилиновой дождь, чем нас будет радовать, что будете показывать именно вы, над чем работаете? Ну, всех-то, наверное, не буду открывать секретиков. Мы будем показывать какие-то вещи, ну, в любом случае, будем показывать какие-то вещи, которые уже показывали. Это будут и вот «Белые сны», мы их показывали всего один раз в прошлом году, да, в прошлом году, и уж больно, я так понял, что зрителю больно уж понравилось это, потому что очень многие просят сделать еще раз в этом году, потому что там такая история, там, несколько девчонок на ходулях, и два парня, фрика, вот это все в одном, как бы, белом оформлении, костюмно-белом. Есть там какие-то, да, с какими-то вот такими, то есть, с одной стороны, это трюковые вещи, а с другой стороны, это и веселуха какая-то, там, какие-то миниатюры, там, смешные, комические какие-то, может быть, даже, ну, чуть-чуть печальненькие такие. Лирические. Вот, то есть, это «Белое» будет, да. Просит тоже повторить, у нас равновесие есть такой трюковой, такой, ну, не то, что серьезный, а такой какой-то воздушно-лирический кусок, там, тоже перформанс, вот, равновесие. Будет небольшой сюрприз, надеюсь, будет, что небольшой сюрприз, у нас был старый-старый перформанс «Дурацкое шоу», мы делали там первую версию, вторую версию, там, это вот в этом году тоже будет. Некий ремейк. Да, да, тоже будет, но там будет для тех, кто с нашим творчеством знаком, будет такой сюрпризик небольшой. Вот, мы хотим попробовать, мы в этом году начали делать такое у себя в коллективе, начали делать, набирать каждый, ну, думаем, набирать каждый год, или, может быть, даже рискнем, каждый полгода набирать новеньких, для того, чтобы полгода они обучались, и потом часть из них заходила в коллектив. Вот, у нас вот как раз вот первая, как сказать, первый набор, первый набор, да, новеньких, вот, они, скорее всего, сделают какой-то вот интерактивный будет кусочек делать на фестивале тоже. Вот. Ну, и пока, наверное, все, пока все, вот, вот, что сказать по нам. Ну, и давайте у нас минутка до конца эфира, приглашаем, да, давайте пригласим, только очень быстро пригласим всех, когда куда, еще раз. Приглашаем всех в Струковский парк 29-30 августа, где состоится пятый международный фестиваль уличного искусства «Пластилиновые дожди». Всех вас очень ждем. Спасибо огромное, что пришли, но я-то точно приду обязательно, видимо, приеду сюжет снимать, потому что очень интересно. Со зрителями прощаюсь до следующей пятницы, это был город Эсс, проведите выходные с пользой и удовольствием, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин